всем привет мои любимые дорогие зрители добро пожаловать на мой канал на мою кухню всех очень рада здесь приветствовать как видите новогодние праздники уже не за горами и сегодня я для вас подготовила подборку самых лучших самых вкусных и удачных салатов на новогодний стол а сегодняшнем видео будет 4 а вкуснейших салата дать приступим начнем из очень вкусного салата из куриной грудки и так нам потребуется одна куриная грудка мелко нарезаем либо отделяем на волокна укладываем аккуратно салатник затем у меня здесь одна большая баночка маринованных шампиньонов не нарезанных я их нарезаю все граммы все пропорции обязательно укажу внизу под видео в описании шампиньоны также отправляем салатницу добавляем одну стандартную банку кукурузы и также нам потребуется небольшой пучок кинзы свежий мелко рубим и конечно же соль и черный перец по вкусу соль особо не увлекаемся черный перец у меня здесь смесь перцев хорошенечко все перемешиваем какой аромат очень-очень вкусно пахнет уже и добавляем сметану в перемешку с майонезом в равных пропорциях либо можно 200 граммов сметаны 100 майонезом я всегда смешиваю можете добавить только сметану или только майонез все мои дорогие тщательно перемешиваем салат и наш вкуснейший салатик готов мои дорогие подавать буду салат в таком вот красивом прозрачном блюде при помощи вот такого вот разъемного кольца если у вас такого не имеется можете просто большой салатник можете маленький салатник как раньше как хотите можете салат утрамбовать аккуратненько можете оставить вот так вот как у меня аккуратненько слегка сглаживаем чтобы у нас все было аккуратненько красиво и аккуратненько извлекаем кольцо вот мои дорогие такая красота у нас получилось решила салат ничем другим не украшать он уже очень красиво и богато смотрится на столе по моему а салат очень-очень вкусный очень ароматные смело готовьте а мы приступим к следующему салату ну а следующий салат это самый любимый салат нашей семье значит он состоит из отварной говядины и из разноцветных сладких болгарских перцев это очень-очень вкусный сочный пикантный салат уверяю вас гости останутся в восторге мы в нашей семье готовим этот салат практически на каждое торжество давайте приступим итак у меня здесь 700 граммов отварной говядины вес указываю в сыром виде не вареным мелко режем говядину на продолговатые кусочки отравляем мясо в салатник и также нам потребуется вот такие красивые разноцветные перцы я взяла специально три цвета чтобы салат получился красивый красочные и вкусные избавляемся от косточек очищаем как обычно перец тоже стараемся нарезать вот такими вот продолговатыми кусочками так же как и мясо вот таким вот образом но не слишком длинными чтобы удобно было есть и для этого салата нам потребуется хороший пучок петрушки петрушка не жалейте она здесь очень хорошо подходит если вдруг петрушки не окажется можно добавить кинзу очень мелко режем зелень конечно же необходимо салат посолить поперчить по вкусу так вот соли будьте осторожны опять смесь перцев всегда используйте свежие молотый как блюдо получается более ароматные как всегда салат необходимо хорошенечко перемешать чтобы все ингредиенты у нас перемешались соль и перец равномерно распределился и заправляем этот салат кетчупом получится очень-очень вкусно любой кетчуп добавляете ваши любимые по вкусу можете добавить чили можно можете добавить томатный сегодня у меня обычный томатный кетчуп его прям потребуется достаточное количество ингредиенты обязательно распределю распишу вернее внизу под видео в описании и так как у меня сегодня кетчуп не острые просто томатный добавлю чуть-чуть острого чили соуса но это не обязательно если у вас острый кетчуп можете не добавлять хорошенечко перемешиваем и смотрим по консистенции если что добавляем еще немного кетчупа хорошенечко перемешиваем этот салат когда постоит чуть-чуть в холодильнике перед подачей он становится более сочным немного опускает перец сока но буквально немного и тем самым салат получается более таким сочным и вкусным очень советую этот салат к приготовлению ваши гости 100 процентов оценят такая вот красота мои дорогие ну а этот салат я решила подать вот в таком вот красивом черном блюде украсила его листиками салата для подачи и вот так вот буду укладывать салат по центру за счет того что мы с вами выбрали разноцветные болгарские перцы салат получился очень красивым сочным и вот прямо таки просится чтобы вы попробовали уверяю вас на столе не останется ну вот и готов наш второй салат знаете какая красота у нас получилось очень красиво будет смотреться на вашем праздничном столе аромат просто потрясающий такой пикантный это очень вкусно салат я уже много вам о нем рассказала обязательно готовьте а мы приступим к следующему салату ну а следующий салат у нас будет с вами с баклажанами с куриным филе с грибочками и очень красивой праздничной подачи давайте готовить потребуется три баклажана удаляем хвостики и необходимо нам его разрезать вот такими вот длинными слайсами сначала уберем с этой стороны кожуру еще чуть-чуть и дальше уже режем аккуратными вот такими вот длинными полосками старайтесь чтобы все полоски у вас были одинаковые толщины чтобы они у вас ровно прожарились не слишком топкие но и не толстые и так нарезали вот такими вот слайсами баклажаны значит на сковороду наливаем немного растительного масла отправляем наши баклажаны обжариваем баклажаны вот обязательно вот такими вот длинными полосками аккуратно переворачиваем и аккуратно достаем и вкладываем на салфетки бумажные чтобы весь лишний жир пытался в салфетку и затем обжариваем все остальные баклажанчики точно таким же образом все мои дорогие все баклажанчики пожарили обязательно в конце и в промежутках тоже вот так вот промакиваем бумажным полотенцем обязательно так и не избавляемся от лишнего жира все даем баклажанчиком остыть пока наши баклажаны остывают займемся шампиньонами здесь у меня примерно 400 граммов необходимо шампиньоны и лук мелко нарезать шампиньон может не так мелко лук мелко и так нарезаем подготавливаем тоже все это будем обжаривать и 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 все мои дорогие мелко нарезали лук нарезали шампиньоны теперь будем обжаривать на той же сковороде что жарились у нас баклажаны добавляем чуть-чуть растительного масла если есть надобность в первую очередь отправляем на сковороду шампиньоны аккуратненько на среднем огне обжариваем грибочки иногда помешиваем вот так вскоре грибочки нас выпустят сок это абсолютно нормально обжариваем до тех пор пока вся вода у нас не испарится затем будем добавлять лук вода у нас уже испарилась добавляем на этом этапе лук для того чтобы он тоже все пожарится вместе с грибочками и все обжариваем все это дело до золотистого вот дорогие мои вот до такого состояния золотистого обжариваем все снимаем с огня чтобы ничего не подгорело так грибочный с луком переложила в салатницу нам потребуется одна сваренная куриная грудка ее необходимо тоже на волокна распределить либо мелко нарезать что мы сейчас с вами и сделаем можно кстати воспользоваться лайфхаком с миксером знаете да просто необходимо поместить куриную грудку вареную в емкость включая миксер и она уже распределяется сама по себе на волокна получается очень очень быстро сегодня я быстренько нарежу грудку ножом отправляем куриное филе к остальным ингредиентам также нам потребуется граммов 40 грецких орехов необходимо их измельчить не сильно мелко зубчик чеснока пропускаем через вот такой вот пресс обязательно посолить по вкусу кстати если кто любит можно сюда также добавить немного хмели-сунели тоже хорошо подойдет я сегодня не буду добавлять хорошенечко перемешиваем чтобы и соль и чеснок и все остальные ингредиенты равномерно распределились итак заправляем салат как обычно сметаной с майонезом дорогие мои вы не забыли что мы обжаривали баклажаны сейчас покажу как очень красиво подать вот такой вот салат берем блюдо в центр укладываем вот такой стаканчик наши обжаренные баклажанчики итак сейчас мы будем укладывать вот так вот по кругу чуть-чуть нахлёст аккуратненько вот такая вот картин у нас получается и теперь вот так вот по кругу аккуратненько укладываем наш салат вот так вот красиво утрамбовываем аккуратно вокруг стакана аккуратно снимаем стакан с какого-нибудь конца аккуратненько начинаем вот так вот укладывать наши баклажанчики вот так вот начинаем оттуда где собственно начинали где и начало вот так вот вот так вот по бокам вставить листики салата для украшения у меня здесь немного грецких орехов так украшаем грецкими орехами по желанию кстати кому не понравилась вот такая подача можно мелко нарубить баклажаны уже обжаренные и перемешать вместе с основным салатом у меня здесь также зернышки граната вот так вот сверху вот так вот сверху красота нереальная гранат кстати тоже очень хорошо сочетается с этим салатом поэтому смело добавляйте ну вот мои хорошие посмотрите как мы красиво оформили этот салат и давайте наконец приступим к последнему четвертому салату ну и последний четвертый салат называется нежный он соответствует своему названию получается очень нежный воздушный такой невесомый очень очень вкусный давайте приступим для этого нам потребуется отварная куриная грудка я уже ее разделила на волокна отправляем куриную грудку в салатницу значит здесь я уже предварительно отварила три куриных яйца необходимых мелко нарезать есть конечно специальные приспособления для того чтобы быстренько нарезать яйца но я обойдусь сегодня ножом так это можно сделать очень очень быстренько как обычно отправляем в салатницу аккуратно нам потребуются маринованные шампиньоны но уже в более маленькой упаковке граммы все обязательно распишу и нарезаем вот таким вот образом сильно не мельчи они у нас уже мелкие кстати можно для того чтобы облегчить тебе работу купить шампиньоны уже нарезанные нам потребуется один большой огурец и вот такая вот терка для корейской моркови если ее нет можно нашинковать ножом и вот так вот пропускаем через терку огурец обязательно в конце соль черный молотый перец хорошо перемешиваем наш салатик немного сметаны с майонезом много не добавляйте чтобы не был салат тяжелый все перемешиваем нам также потребуется 3 картошки необходимо также их пропустить через терку для корейской моркови для того чтобы получить вот такие вот брусочки да натираем картофель натерли картофель вот такой вот соломкой и так с поводу наливаем достаточное количество растительного масла и так масло у нас уже нагрелось обжариваем наши брусочки в большом количестве растительного масло так вот не все сразу несколько этапов обжариваем 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 не забываем посолить обязательно картошечку чтобы она не была пресная ну вот мы с вами приготовили картофельные чипсы и вот так вот аккуратненько украшаем украшаем ими наш салатик кстати для тех кто не любит в салате свежие огурцы в этот салат прекрасно подойдут маринованные огурцы можете заменить свежий огурец на маринованный так даже получится гораздо вкуснее советую ну вот и все мои дорогие мы вместе с вами приготовили 4 потрясающих салата надеюсь что выберите какой нибудь один два или может быть все четыре и обязательно приготовите на свой новогодний стол спасибо что посмотрели это видео до конца спасибо за лайки за хорошие добрые комментарии увидимся с вами в следующем видео пока пока до конца